Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Максим Сапьяный. Сегодня мы продолжаем рассматривать базовые блоки кёкушин карате. В прошлых видеороликах мы рассмотрели 6 базовых блоков кёкушин карате. Сейчас мы рассмотрим блок мая-мабаши-укэ. Ждач! Оз! Миги-сачи-дач! Йой! Жмэ! Шэ! Руки расслабили. Правую руку поставили горизонтально, согнули локти, таким образом, чтобы локоть и кончики пальцев были параллельно полу. Левую руку локоть поставили на хэйсоку правой руки. Пальцы направлены прямо. Отсюда рукой левой сверху выполняем движение внутрь-вниз выполняем блок шуто-гидан-барай, а правой выполняем блок шуто-учуки. Отсюда выполняем одновременно два удара шутэй. Сейчас руки забираем на хиките, рука, которая была сверху, пальцы направлены вверх, рука, которая снизу вниз. Отсюда выполняем одновременно два удара шутэй. Шутэй. Удар шутэй в голову, в область челюсти, и чудан шутэй в область солнечного сплетения или же печени, в зависимости от того, какой рукой вы наносите удар. Частые ошибки при выполнении блока шутом. Майя маваши уке. Когда руки у нас широко в сторону, соперник находится перед вами, и вы сбиваете удары соперника, сделаете блок. Тут вы ничего не сблокили. И еще одна очень распространенная ошибка, когда одновременно удар шутэй, последняя фаза майя маваши уке, наносится вверх в голову, примерно в область лба и в пах. Сопернику, увы, либо же вверх. Вы никак не дотянетесь до области паха соперника. Выполняем блок майя мавашуки. Эй. Нин. Сад. Шей. Гоп. Рык. Сич. Хач. Кээ. На ура. Ус. Сегодня мы рассмотрим базовые блоки кёкушин карате перемещений и до гейку. Для того, чтобы рассмотреть упражнения перемещений с блоками, нам нужно рассмотреть стойки и правила перемещения них. Сейчас рассмотрим стойку санчин дачи. Стойку санчин дачи мы можем определить позицию двумя вариантами. Рассмотрим первый вариант. Становимся в стойку учи, а чиджи дачи. Разворачиваемся на носках, пятки разворачиваем под 45 градусов наружу, колени сгибаем. Стойка санчин дачи. Стопы на одной линии. Носки развернуты перпендикулярно друг к другу. Сейчас становимся в стойку миги санчин дачи. Перемещаем правую ногу вперед. Таким образом, чтобы конец пятки правой стопы был на одной линии с носком левой стопы. Стопы развернуты перпендикулярно друг к другу. Мы узнали позицию стойки санчин дачи. Первый вариант. Сейчас разберем второй вариант. Ноги поставили на одной линии стопы. Таким образом, чтобы пятка и носок были на месте. Пятка правой ноги и носок левой. Встали в стойку не куаши дачи. Пятку подняли. И теперь ровно в сторону по одной линии переместили ногу. Стопа сразу поставили ее под 45 градусов по направлению движения. И на носке задней ноги пятку разворачиваем наружу. Сейчас мы узнали позицию стойки санчин дачи. Теперь разберем, как правильно принимать эту позицию. Для того, чтобы нам принять позицию, мы при перемещении из стойки в стойку, мы перемещаемся. Для этого нам нужно сначала поменять, встать в рост стойки. И только после этого перейти. Если же вы сейчас не согнете колени и не перейдете в стойку, вы просто в нее упадете. Разберем, как правильно вставать в эту стойку. Через хэйку дачи, через хэйсоку дачи, серповинным движением правой ногой выполняем движение. Ич. Сразу сели, перешли. Стопа разворачиваемся под 45 градусов. И на носке пятку разворачиваем под 45 градусов наружу. И то есть вот у нас стойка санчин дачи. Мы ее приняли. Теперь разберем перемещение. При перемещении у нас, вот мы стоим в стойке санчин дачи, у нас бедра, они не могут свободно двигаться. То есть мы можем назвать это замок. То есть стойка для принятия удара. Как нам из нее переместиться? Если мы вот в этой стойке будем перемещаться, мы не сможем так перемещаться. Для этого нам нужно изменить позицию. Для этого стопу передней ноги на носке пятку ворачиваем внутрь. Раз. Стопа направлена прямо. И вот теперь отсюда мы можем свободно, то есть раскрыли замок. То есть теперь у нас бедра свободно двигаются. И вот отсюда серповинным движением перемещаемся в стойку. И закрываем замок. То есть на носке задней ноги пятку ворачиваем. То есть стопу ворачиваем таким образом, чтобы и вот у нас носки перпендикуляра друг к другу. Вот мы разобрали перемещение. Давайте теперь выполним его на один счет. Выполним перемещение сагате спиной назад. Что для этого нам нужно? На носке заднюю ногу пятку ворачиваем внутрь. Стопа стоит ровно прямо. И через хейсоку дачи, через хейку дачи серповинным движением перемещаемся. И сразу же передняя нога становится назад. Под 45 градусов развернуто. И тут на носке ворачиваем бедро становимся в замок. Вот так перемещаемся сагате. Перемещение сагате. Раскрыли замок, переместились, закрыли замок. Следим также при перемещении маяши и сагате. Следим за бедрами, чтобы когда вы выполняли эти движения, чтобы бедра у вас не ходили... То есть центр тяжести не переваливался с одной ноги на другую. То есть это неправильно. При перемещении нам нужно сохранить позицию центра тяжести. И перемещаемся мы ногами. То есть центр тяжести остается в пространстве. Сагате то же самое. Сейчас разобрали перемещение в стойке санчин дачи. Сейчас разберем, как встать позицию на уре. Для этого мы разворачиваем стопу задней ноги. Ровно прямо. Опять же через хейсоку дачи. Ногу в сторону. Ноги выпрямляем. Шизачи. Ос. Сейчас рассмотрим подводящие техники перемещения стойки санчин дачи. С выполнением техники блоков. Мы понимаем, что после выполнения техники блоков нам нужно выполнить какое-то техническое действие. То ли это бросок, то ли это удар. Поэтому сразу же после блока мы выполняем удар гьяку сэкенчу дан ски. Блок выполняем с руки ой. Удар с гьяку. Хидари санчин дачи. Же! Шип! Стойку санчин дачи. Перемещаемся. Стойки санчин дачи. Выполняем блок Джона Нуке, гьякотский. Перемещение. Развернули стойку встали, не каши дачи. В этом движении нам нужно развернуть корпус, закинуть руку, выполнить крест. Корпус развернутый по 45 градусов по направлению движения. Ногу выводим в сторону, на носок ее ставим. И в этот момент, то есть мы его уже поставили на носок, нога развернута по 45 градусов. В этот момент, когда пятка становится на пол, нам нужно выполнить киме. То есть мы не должны выполнить вот так. Одновременно это все должно быть. То есть два движения одновременно. Пятка, стопа развернута прямо. Вот теперь выполняем удар гьякотский. И при выполнении удара гьякотский, мы закрываем замок, то есть бедра у нас в замке, выполняем удар гьякотский. То есть стопа разворачивается, удар гьякотский. Перемещаемся через не каши дачи, с блоком Джодан Уке. И. Ни. Сага Т. Выполняем с блоком Учуке. Учуке гьякотский. Разворачиваем заднюю ногу. Переходим в стойку не каши дачи. Корпус развернута по 45 градусов. Здесь контроль передней руки. Серповидным движением опять же переходим назад. Стопа сразу же развернута по 45 градусов по направлению движения. Корпус не меняет позиции. Вот отсюда. Нога сразу же становится под, то есть пятка становится. Выкидываем удар. Стопа у нас сразу уже тут развернута. и выполняем удар с киев. Эй. Сага. Сага. Выполняем движение Маяши с блоком Сотулке гьякотский. Разворачиваем переднюю ногу. Стойка не каши дачи. Замахиваемся. То есть корпус развернута по 45 градусов. Переходим. Перемещение стойки санчин дачи. Пятка становится на пол. И выбрасываем руку. Развернуто. И отсюда выполняем сакенский. На один счет. И. Ни. Та. Следующий блок. Сага Т. Выполняем движение. Блок Майкнабарай. Ягодский. Разворачиваем заднюю ногу. Перемещаемся в не каши дачи. Серповинным движением. Опять же. Вот этот у нас корпус развернутый. Руку закинули. Рука, которая снизу, у нас контроль. Серповинным движением. Выполняем перемещение. Сразу жестопаз. Развернуто по 45 градусов. Вот. Отсюда останавливаемся. Нога стопой развернута перпендикулярно. Выполняем герцкий. На один счет. И. Ни. Сейчас рассмотрели подводящее упражнение. Перемещение стойки санчи дачи. С промежуточной стойкой на каши дачи. Сейчас рассмотрим перемещение стойки санчи дачи. При котором центральная ось тела будет сохраняться. И корпус у нас не будет шататься вправо-влево. Также центр массы у нас не будет перемещаться с одной ноги на другую. Выполняем движение майяши. Нога джедонуке ягодский. Сейчас выполняем движение без промежуточной стойки ни каши дачи. С одним движением. Опять же стопу разворачиваем. И. Ни. Сап. Сагатэ с блоком сотовке. Ич. Ни. Сап. Майяши с блоком училке. Ич. Ни. Сап. Сагатэ с блоком гидалбарай. Ич. Ни. Сап. Сейчас рассмотрим перемещение в стойке санчин дачи с блоком майя мавашуки. Хидари санчин дачи морате училке. Йой. Хаджмэ. Сап. Поставили руки в первую позицию блока майя мавашуки. Развернули стопу правой ноги. Перешли в стойку неко аши дачи. И когда нога у нас идет назад, выполняем круговое движение руками. Хаджмэ. Таким образом, чтобы при постановке ноги назад у вас руки были в такой позиции. Блок шуто училке и блок шуто гидалбарай. Закачиваем круговое движение руками. И выдох. Ни. Теперь выполняем движение без промежуточной стойки неко аши дачи. Чтобы сохранить центральную ось тела. Хаджмэ. Ич. Ни. Сап. На урок. Ус. Ус. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. В этом видео уроке мы разобрали стойку санчей дачи перемещения в ней с блоком. В следующем видео уроке мы разберем стойку дзинкуцу дачи ка куцу дачи, перемещения в них с блоками. Подписывайтесь на наш ютуб канал, ставьте лайки. Обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых роликов. Мы работаем для вас, делайте с нами, делайте как мы, делайте лучше нас. До скорых встреч, ребята. Ус!